Городской репортаж Спустя три месяца коллекционера пригласили в администрацию Балашихи и вручили автограф Александр Витальевич признается, был тронут тем, что его небольшую просьбу исполнили Такую же фотографию через Министерство иностранных дел отправили в Штаты другу Сайласу С Сайласом списались, я ему рассказал это все И решили, что надо действовать дальше Следующее письмо мы направим 45-му президенту США Дональду Трампу С аналогичной просьбой Мы посмотрим его реакцию Американскому президенту письмо пишет уже Александр Витальевич В нем коллекционер поздравляет Трампа с инаугурацией И хотя письмо искреннее и серьезное, Балашихинец не выпускает шанса пошутить И можно отправлять Трампу и на русском, и на английском Чем надо на русском, чтобы он учился русскому языку Пригодится? Да С американским другом Сайласом у нашего земляка общее увлечение Они филателлисты Александр Витальевич собирает марки и все, что с ними связано Знакомясь в интернете, коллекционеры общаются и делятся находками Вот эти марки, выпущенные Организацией Объединенных Наций, мне прислал мой коллега Сайлас Линси из США Александр Бородин увлекся коллекционированием в 7 лет С тех пор остается верен своему хобби Вот примерно такой альбом мне когда-то подарили с марками Примерно с такими же С этого все началось? Да Теперь у Балашихинца тысячи разных марок, конвертов и прочих филателлистических ценностей О которых человек далекий от коллекционирования мог даже не слышать Большую часть коллекции Александра Витальевича составляют такие цельные вещи Это почтовая карточка с напечатанной почтовой маркой Правильно, Александр Витальевич? Все, я знаю Хотя коллекционированием автографов филателлист целенаправленно никогда не занимался У него есть подписи советских космонавтов Владимира Высоцкого и Бориса Ельцина Тем не менее, Владимир Путин первый президент, чей автограф получил коллекционер Президент первый Здесь в 83-м году Ельцин был всего лишь секретарем обкома Эта фотография может стать началом нового увлечения У Александра Витальевича есть знакомые в Японии, Германии, Франции и других странах Поэтому расширяться может не только его коллекция марок, но и автографов мировых политиков Автограф японского президента хотел бы, китайского, немецкого, француза и польского тоже А на пенсии чем заниматься? В домино и плохо играть Пообещали коллекционеру присутствовать на вручении автографа Дональда Трампа Алина Позелдаева, Валерий Сахнов, Роман Суслов, Большая Балашиха Лайф Городской репортаж